Голова, голова, корпус, опять корпус. И противник уже готов к вашему жесткому удару в корпус. Пробили, пробили в корпус. Показали в корпус, пробили в голову. То есть именно заставить противника припустить руку. Но если вы будете бить легко в корпус, навряд ли он будет его защищать. Поэтому нужно именно заставить его пустить руку. Пробить жестко, сильно. А потом уже пробить акцентированный удар после ложного движения. То же самое. Левый в корпус пробиваете. Противник начинает чуть-чуть припускать левую руку, приоткрывая голову с левой стороны. Здесь можете уже перевод делать правым кроссовым. Вот это движение. Идет выпад, сокращение. Под шаг. И удар уже правый через руку. Именно момент, вот эта доля секунды, когда вы должны сделать движение вниз-вверх на и раз. Вот этот и, и вот этот раз. Максимально быстрый акцент. А потом после него можно уже продолжить комбинации. Когда попадаете, пробиваете следующую атаку, завершающую смещением в сторону. Чтобы пробить сильный, жесткий удар, можно вывести противника на, как я уже сказал, на атаку. На атаку вы можете вызвать его одиночным ударом левой. Заставить его контратковать. Предварительно вытянув на себя. То есть, когда противник начинает кидать одиночный удар, на этот одиночный удар, когда он уже повторяется один-два раза, вы можете сделать защитное действие уклона. То есть, проводите удар, идет контратак. Одиночный удар на ваш одиночный удар. И в момент атаки вы можете убрать голод с линии удара за счет уклона. С подшагом сзади стоящей ноги. Первый шаг в левый, подшаг в правый, и села на левой ноге. Все, у вас есть момент, доля секунды, когда вы можете пробить удар. Также жесткий акцентированный. Хоть в левую плову, хоть вправо. Подшаг в правый, вес тела на правой ноге. То есть, вес тела с левой ноги уходит на правую. Носок правой ноги смотрит по направлению к противнику. То есть, вы делаете вход. Здесь подшаг. Заряжается нога. Сильно на ногу не садимся. На связочке под сед. Из этого положения идет, если боковой удар, то вес тела на правую ногу. Если удар снизу, то вес тела остается на левой ноге, так как движение поступательное. Выводим таз под пятку. Вот это движение, разворот. И рука от подбородка по кратчайшему пути под руку. Летит противник в подбородок. Вот это движение. Старайтесь делать уклон на движение раз, два, три. Не раз, два, три. А постараться его сделать на и раз. То есть, вы сделали удар и раз. Идет атака через уклон. То есть, ни в коем случае не делаем вот здесь вот паузу. Если пауза, противник успевает руку согнуть и выпадает уже в локоть. Хоть левой, хоть правой рукой. Максимально быстро вы должны уйти. Чтобы максимально быстро пробить контратаку. То же самое. Атака под шаг на правую ногу, вес тела на правой. Справой на левую. Движение идет максимально быстро. В принципе, это действие нарабатывается. Главное, чувствовать перенос вес тела. Вес тела на левый, под шаг вес тела на правой. Вес тела на левый. Здесь под шаг. Чтобы потом короткий шаг сделать правой ногой. Допустим, с боковым ударом. Либо спокойно принести вес тела на левую ногу. Чтобы нога сзади не оставалась. Ногу чуть подвели. Разворот. И таз раскручиваем. Выводим под пятку переди стоящей ноги. То есть, вы раскручиваетесь. Голова идет вверх. Голова по прямой линии идет вверх. Рука по прямой линии. Это подбородка идет подбородок противнику. Раз-два. И вот это движение. Вот это разворот. Раскручивание. Придает инерцию. Именно за счет разворота таза. За счет толчки левой ноги. То есть, толчок. Упор в эту ногу. И рука вылетает вперед. Вот это движение. Боковой, соответственно, на правую ногу вес тела. То есть, опираемся на противоположную ногу. То есть, вот это движение. То же самое на левую. И обязательно после атаки либо продолжить. Либо после акцентированного одиночного удара убрать голос или не удара. Убрали. Убрали. Опять убрали. После этого может еще пойти акцентированный удар. В зависимости от ситуации. Это вот второй способ. Ну, и допустим, акцентированный удар. Элементарно. Когда вы делаете вход в зону атаки. Там лево-лево-право. Догнали противника. Защитились. Здесь уклоном тем же самым. И развили второй атаку. Уже жестко, допустим, пропали. Раз, два, три. Жесткий акцент. Первую атаку лучше проводить легко, быстро. Не акцентируя удары. Потому что самый жесткий удар будет у вас уже тот, который будет в средней ближней дистанции. Ну, вот, естественно, если вы попадаете уже жестко, допустим, правым, здесь, мышцы надо сразу расслаблять перед вторым ударом. То есть, идет движение на выдох. Пробиваете. Раз, два. Выдох тоже в момент уклона. И выдох в момент удара. Обязательно дышим. Тогда удар будет максимально жесткий. И дыхание ваше будет свободным. И мышцы будут обогащены кислородом. Вам будет проще именно взорваться, нанести жесткий акцентированный удар. То есть, дыхание постоянно в момент атаки. Вот, собственно, такие способы, которые можете попробовать на снаряде, в парах, в спаррингах. Ну, естественно, отработав их, бой с тенью. Пробуем.